Здравствуйте, начало второго на часах. Это программа «Особое мнение». Исключительно свое особое мнение сегодня будет высказывать вице-спикер Закособрания Кировской области Михаил Курашин. Михаил Вячеславович, добрый день. День добрый. Да, меня зовут Владимир Сметанин. Напоминаю, традиционно на сайтах kirva.ru есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Ну а затем, ближе к вечеру, все программы наши появляются там же на сайте. Их можно послушать, переслушать. Так что воля ваша. Хочу начать со следующих тем, знаете, накануне съездил я в Костино, вечерком съездил в Костино, не был там полторы недели. Я, безусловно, слышал и видел и читал то сообщение о том, что перед Гренландией дорога вроде будет как так называемым асфальтовым гранулятом подремонтирована. Вот, по-моему, еще хуже стало. Нет, на самом-то деле... Я почему, да, давайте я поясню, почему задаю этот вопрос. Это вроде как рассказ-вопрос, потому что, ну, блогером вас назову. Хочу что? Да, Михаил Курашин, блогер. Его тексты публикуются на многих площадках, на нашем сайте кирова.ру. И вот очередной пост, как раз-таки посвященный этой ужасно проблемной дороге Киров-Садаковский-Костино-Бахта-Башарова. Негостеприимная вятка, да, вы назвали этот пост, и вот там задаетесь вопросами. А где же тот самый обещанный городскими властями ремонт дороги? Если это был он, то кроме сочувствия к местным жителям и тем, кто решил на своем авто ехать на фестиваль, возникает требование о привлечении к ответственности авторов и исполнителей этой грязевой мозаики. То есть действительно можно добиться ответственности каких-то? Ну, начну с того, что на самом деле мне уже приятно, что по итогам размещения поста я уже увидел реакцию как со стороны общественников, так и со стороны жителей. С Виталием Брамом вчера общались, они как раз хотели рассказать, что вчера как раз слушал Виталия, и приятно, что он как бы так тоже обозначил, что эта тема там существует, и очень надеюсь, что все-таки с этой проблемой разберутся. Дорога, это направление, оно на самом деле многими называется там тупиковым, бесперспективным, и как следствие внимания там к этому участке дороги, оно никогда не было особо каким-то важным. Это Октябрьский район Кирова, это областной центр. Это областной центр. И, собственно, проблема с качеством дорог, она повторяется из года в год. Но, наверное, до 2013 года у жителей данного направления всегда была надежда на то, что вот будет проходить к Гренландии, и к Гренландии дорогу все равно как-то подлатают. В том году, на самом деле, эта попытка была, но она была уже там не похожа на желание там исправить дорогу. Даже тоже сложно было назвать, что же это все-таки был там ремонт, или там попытка замылить глаз. Ну, в конечном итоге, то, что там оказался Николай Валуев, и то, что мы там прогремели на всю страну, ну, факт остается фактом. В том году, там, Валуев разместил пост, где он находится, в яме. Да, мы помним. Вот. И если... И в этом году тоже выложил. Если все помнят, то на его комментарии отреагировал губернатор Белых, который сказал о том, что, как бы, если бы федеральный центр давал денег, да, то, возможно, там, другое бы отношение было к этой дороге. И в этом году мы с вами имеем факт. Федеральный бюджет дал дополнительные средства, из которых большая часть ушла в город Киров. И то, что по итогам Гренландии мы вновь получили пост от Николая Валуева снова с этими же ямами и комментарием, что за это время ничего не поменялось, я считаю, что это лучшая, там, характеристика того, как мы, там, реагируем на, там, какие-то замечания. То есть ни в том году, ни в этом комментариях, во-первых, по посту Валуева, там, от городской администрации никакого не было. А то, что было, там, сделано в этом году, ну, на самом деле, там, можно назвать исключительно, там, кошмаром. Потому что я по этой дороге ехал накануне, в четверг. Наши слушатели могут почитать этот пост, Михаил Витянович. И когда я увидел вот эти, вот эту грязь, которая была, там, залита в ямы, там, я сразу же задался вопросом, это что? Это был не гранулятор, это была грязь, это была земля, которая, в принципе, похоже, организаторы, точнее, городские власти надеялись, что дождя не будет, да, там, ну, все понимали, что вот это продержится до первой дожди. Они не знали, что зима будет тёплой. Вот. Что дороги... Поэтому вопрос, на самом деле, о том, насколько мы гостеприимны, он возникает, вот, исходя из такого отношения городской администрации, к вопросу того, что мы приглашаем людей, мы приглашаем гостей, гостей серьёзных, статусных, да, и, собственно, им предлагаем вот проехаться по таким дорогам. Это говорит только о том, что либо мы не заботимся о том, что у нас, там, как у нас в доме, хорошо ли, в порядке, или всё, либо это вот настолько попахивает цинизмом, что, ну, стоит вопрос, а, там, у нас вообще руководство городское о чём думает, да, то есть о людях точно не думают, о визитной карточке, а многие называют Гренландией одной из визитных карточек, тоже, как бы, так не думают. Мне бы хотелось, возможно, ещё и добавить ещё, там, одного участника, да, там, к которому хочется обратить вопрос, это непосредственно организатору Гренландии, человеку, который позиционирует себя как, там, автором, идеей, основным инициатором, как он мог... А Валенчукова, я имею в виду. Да, Олега Дыряновича, как он мог оставить без внимания вот этот вопрос. Потому что, там, тема этой дороги, это тема, которая, там, и мной не раз обсуждалась, я знаю, что на уровне городской думы эта дорога то попадала, то исключалась из плана, то снова попадала. И то обещание, которое дала городская администрация о том, что в Гренландии дорога будет отремонтирована, а это опубликовали все СМИ, это все слышали, да, там, в настоящий момент, там, осталось так же без реакции Олега Дыряновича. Мне очень бы хотелось обратиться к Олегу Дыряновичу с просьбой прореагировать на то, что, вот, собственно, произошло. Вот, это, еще раз, это не выпад против Гренландии, это не выпад, там, против Олега Дыряновича или, там, Единой России. Это, на самом деле, там, реакция на тот ужас, с которым пришлось столкнуться, потому что я в субботу проезжал по этой дороге, да, там, и я видел, что она, кроме того, что появились новые дыры поверх тех, которые были, она еще и грязная была. И это тоже достаточно показатель. Вы знаете, мне кажется, это немного забавно, ремонтировать дорогу перед Гренландией. Ну, я понимаю, что это довольно, да, большое статусное событие, несколько десятков, несколько сот человек, да, собирается со всей страны, но что приносит она местным-то людям, как-то должны быть другие ориентиры, почему должны ремонтироваться эта дорога? Ну, вот, на самом деле, мы понимаем... Другими способами должны в планы включаться, наверное. Мы понимаем разговоры о том, что денег на ремонт всех дорог не хватает, да, там. Хотя, там, если взять пример еще одного знаменитого участка в Исуповской, да, то после того, как там хотя бы пришли фрезером и сняли весь слой верхний ям, эта дорога стала, там, очень даже хорошей. Вот. Почему нельзя было хотя бы просто, там, вырезать все эти ямы на достаточно коротком участке, это, там, непосредственно, там, перед и в самом поселке Костино, в первую очередь, и дальше после Бахты, там, я, честно говоря, не понимаю, и вот с этим, там, очень жду информацию, там, от Виталия, когда он получит все ответы из городской администрации, относительно того, что это было такое, сколько на это денег потрачено, и как, там, быть дальше, потому что... Вот, как быть дальше, это основной сейчас вопрос. Дискуссия, которую мы провели с Виталием уже по итогам, там, говорила о том, что если это, там, дороги даже относятся к категории содержания, да, то есть, которая, на самом деле, до сегодняшнего момента пока не предполагает, там, каких-то гарантийных обязательств, то она даже в рамках содержания может рассматриваться не гарантийные обязательства, а не качественное выполнение работы, и тот подрядчик, который эту работу делал, просто обязан произвести эти работы повторно и, там, с более высоким качеством, и я надеюсь, что, там, контроль организован общественной палатой и Виталии, там, они позволят все-таки добиться, чтобы у людей была нормальная дорога. Можно ли это делать по-другому? Ну, наверное, можно, потому что, вот, там, по итогам своей публикации я могу сказать, что были комментарии разные, в том числе, там, вот вы же тоже, там, власти, как бы так, почему бы ничего не делать? Да, там, я скажу, что, там, кроме того, что мы утверждаем цифры, направляемые на ремонт дорог, там, я еще вхожу в состав комиссии по рассмотрению тех заданий, где мы рассматриваем, в том числе, тех задания по ремонту дорог, но, к сожалению, вот, непосредственно эти участки, находящиеся в городе Кира, находятся вне нашей зоны досягаемости, они находятся в муниципальном образовании. Городская администрация. И технические задания, они через нас не проходят, и, скажем так, составление плана, там, графика, определение объектов ремонтных дорог, они тоже через нас не проходят. Я обращался к депутатам городской думы, мы разговаривали с некоторыми депутатами, но, вот, по каким-то неведомым мне причинам, да, там, ну, не двигается этот вопрос. Там, сам факт того, что эта дорога все-таки попала в список ремонта, это хорошо, да, там, повторно попала. Но, еще раз говорю, там, разбор полетов по тому, что было с дорогой, там, в период Гренландии, это, конечно, безобретно. Повторно попала, вы имеете в виду небольшой вот этот участок, да, о чем мы говорили? Да, там, от Першина до Костина, в Костина поворот на Сосново. До поворота на Сосново, да. Это довольно непродолжительный участок. Но он самый убитый. Вот он самый убитый. То, что находится после Бахты, ну, дальше, там, после Болезенщины, оно, там, тоже в крайне неудовлетворительном состоянии, но, там, по сравнению с Костинским участком, это пока, там, еще не столь факт. Это правда, что там местные жители хотели перекрывать дорогу, даже выходить устраивать какую-то акцию протеста? Лично, лично. От негодования уже. В газете округа, это местная газета, которая как раз вот для сельских территорий, конечно, Киевский район, у них выходит. Я читал информацию, точнее, не информацию, а крик души одного из жителей, который возмущался дорогами и призывал перекрыть дорогу на период проведения Гренландии. Ну, я знаю, что жители обсуждали, но в конечном итоге, я так понимаю, что не собрались мне этого сделать, потому что, ну, потому что не собрались. А если вспомнить о том, что год выборный, и политические партии должны понимать, что огромное количество людей там проживает, и это будет, наверное, основным стимулом, там, либо не идти голосовать. Ну, Володь, я, честно говоря, там, вот сейчас могу на эту тему, там, отчасти отвечу, но, там, опять что-то не обвинил меня никто в том, что я везде ищу, там, политическую составляющую. Я еще весной обращался к депутату нашего ЗАГС Собрания, который, к Владимиру Гоговкину, который как раз за повар. Да. Как бы так, все, что я услышал после неоднократных обращений, это один раз было, так как, ее же там вроде подровняли. При всем при этом, там, ну, насколько я знаю, человек, там, за весеннее, летний период, там, ну, раза три или четыре бывал, и поэтому там, что он, где, где там подровняли, что он там увидел, там, остается на его совести. Другое дело, что, там, этот депутат, Владимир Валентинович, депутат, там, со стажем, это депутат авторитетный, и, насколько я знаю, там, он напрямую общается и с главой города, и с депутатами городской думал, почему нельзя было, там, додавить до решения вопроса в положительную сторону, там, я, честно говоря, не понимаю. Но, там, я к нему тоже обращался с этими вопросами, о том, что надо что-то делать. Вот, пока ответа никакого. Помимо всего прочего, давайте будем говорить и, там, о том, что там еще находятся два крупных предприятия, еще двух депутатов, да, то есть фудзавод Константина Гоффмана и свиноферма Валерия Крепостного. Почему, предположим, не привлечь их к тому, чтобы, там, привести дорогу в хотя бы нормативное состояние, там, я тоже не понимаю. И это тоже вопрос, он, с одной стороны, можно говорить о том, что экономический, но он, в том числе и политический, потому что, собственно, это одна партия и одни люди, одни лидеры, которые, там, между собой могли бы договориться, по крайней мере, там, хоть что-то делать в этом. И эти, кстати, люди пойдут на выборы, как уже сказали. Давайте про выборы уже после небольшой рекламы продолжаем. Продолжается особое мнение, сегодня это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикер Заксобрания Кировской области. Переходим к теме грядущих выборов, я имею в виду выборов в областной Заксобрании. И «Справедливая Россия», и «Единая Россия», и «Коммунисты». Коммунисты вот накануне, 12-го числа провели свои партийные конференции, где стало известно, кто пойдет на выборы в УЗС. Хочу я начать с конференции «Справедливая Россия». Я напомню, что Михаил Вячеславович возглавляет фракцию «Справедливая Россия» в нашем региональном парламенте. 9-го июля ставилась эта конференция, определились с кандидатами. Я уж хотел было бить в колокол, я не нашел всего списка кандидатов по итогам этого собрания 9-го числа, но накануне, 12-го числа, этот список все-таки появился. Первый вопрос, я не увидел там фамилию Курашина? Ну, на самом деле, я принял решение о том, что не пойду на выборы и не буду баллотироваться. Там ряд, в первую очередь, наверное, субъективных причин. Ну, в том числе, есть и объективные причины, что на сегодняшний момент, при нынешнем раскладе в законодательном собрании, я не могу говорить о том, что там я себя самореализовываю в полном объеме. Да, там и законопроекты есть, да, там есть реальные какие-то работы с обращениями, там есть какие-то мини, может быть такие, в проектном режиме, там, предложения, которые реализуются, но там меня в данном случае это не удовлетворило в том объеме, в котором мне хотелось бы. Поэтому там я принял решение, что я баллотироваться не буду. — Помните, мы как-то с особым мнением с вами говорили, что там есть вещи по работе в законодательном собрании, когда, ну, лично вас задевают, да? — Ну, и это в том числе. — Есть моменты, это тоже, собственно, накапливается. — Конечно, конечно, это накапливается. — И то, что за пять лет, на самом деле, неудовлетворенность она выражается, в том числе, в том, что постоянно находишься в напряжении, постоянно находишься в состоянии ожидания конфликта или конфликта, да, там, ну, это тоже достаточно сильно утомляет. Поэтому я решу, что я, наверное, могу себя применить где-то пока еще в другом направлении в связи с этим. — Решили уже где? — Ну, пока еще нет. — Выборы в Гордуме? — Нет, я думаю, что в Гордуме тоже пока от политики, наверное, все-таки отдохнуть. Потому что я думаю, что и в Гордуме проблем, точнее, не проблем, а ситуации, которые будут ограничить возможность реализовываться, там, немало. — Это временный такой уход ваш из парламентского политического поля или так собираетесь уже навсегда? — Я думаю, что, по крайней мере, там, на ближайшие пять лет, то есть на работу, там, стоящего созыва, я пока там возьму тайм-аут. А там, соответственно, будем смотреть, как будет развиваться ситуация, в том числе и как будет работать новый созыв, как будет формат, какие будут там складываться моменты, связанные с помощью и поддержкой депутатам в работе. Потому что, ну, работать, еще раз говорю, там, работать в постоянной ситуации оппозиции и конфликта, это не всегда благодарное занятие. Потому что, да, я рад, что, предположим, все предложения, которые наша фракция выдвигала в проект бюджета 2016 года, в конечном итоге учтены. Но, там, чего это стоило? Ну, это, я считаю, что полученный результат не соответствует тем затратам, которые были понесены. Это можно было все сделать проще, без всяких личностно-политических, партийных, там, нюансов. Вот, если бы открытость была, там, и готовность всех работать исключительно во благо области, а не во благо, там, себя или, там, каких-то своих предприятий или чего-либо другого, то законодательное собрание было бы, а, более продуктивным, б, более сплоченным и более конструктивным. Давайте теперь обсудим, да, первых, первых лиц списка справедливой России. Номер один, Сергей Александрович Доронин, лидер регионального отделена, отделения СССРов. Номер два, вот тут большая неожиданность, ну, на самом деле, до официального объявления слухи об этом ходили, была такая информация, ну, вот, Василий Куприевич Сураев, который на протяжении долгого времени у всех у нас ассоциировался с «Единой Россией». Это и бывший лидер регионального отделения. Он состоял ведь в партии, лидер не может не состоять в партии. Но он же был еще и секретарем регионального отделения «Единой России», там, какой-то определенный период, там, по-моему, год или полтора, поэтому там, он член партии, то он был. Ну, и все мы знаем, что произошло зимой этого года, когда он сложил в себя обязанности председателя комитета ключевого и так далее, стал независимым депутатом. И вот номер два в списке «Справедливая Россия». Вам известно, как это происходило в консультации? Я… На самом деле там все… Насколько это может изменить расплаты? Потому что Василий Куприевич личность довольно крупная и весомая. Я очень надеюсь, что появление в списке реального агрария, который, там, одно из крупнейших и, если мне не изменят память, это, наверное, крупнейшее предприятие в агросфере по объему отчислений налоговых, да? Кировский молочный комбинат. Да, Кировский молочный комбинат. Вот, плюс ко всему там все его подразделения, которые созданы в районах фермы и все остальное, да, то есть это там развитие не только экономическое, но и социальное развитие, это рабочие места, это там качественная продукция на рынок. И очень надеюсь, что это усилит. Я бы не драматизировал ситуацию с точки зрения, там, перемещения людей, там, в том числе, Василий Куприевич, между партиями, там, все-таки нужно понимать, что партия, с одной стороны, да, там, это некое идеологическое мнение, с другой стороны, партия – это всегда люди. И на каких-то жизненных этапах любой человек, понимая, что ему либо с этим человеком по пути, либо, там, он от него может уйти. То есть, там, партийная принадлежность – это все-таки не, там, патриотическая составляющая и не религиозная составляющая. Это, вот, там, отказаться от своих родителей, отказаться от своей родины или, там, изменить свою веру, там, я считаю, это, там, достаточно серьезные такие моменты. То, что касается движения людей внутри политической системы – это нормальные моменты, потому что, ну, если уж давайте, там, глубоко копнем, там, каких-то партии, там, 20 лет назад, там, была, там, «Наш дом России», да, там, плохо это или хорошо, там, партия была, люди верили в нее, люди шли в партию и двигались вместе с ней, на каком-то этапе они понимали, что, там, люди, которые, там, находятся наверху, там, на федеральном, на региональном уровне, да, там, не соответствуют их интересам в развитии, и они переходили в другие партии. Поэтому я не вижу большого драматизма в этой ситуации. Это естественный процесс, там, так же, как и третий человек, который появился. – Михаил Тимофеевич Скворцов. – Тоже достаточно. – Линия, член фракции КПРФ. – Да. – На мой взгляд, тоже достаточно потенциально сильный ресурс, потому что он представляет промышленников лесопереработчиков, да, и, как бы так, на мой взгляд, вот эта тройка – государственник, аграрий и промышленник, лесник, да, там, вот, она, ну, может дать фору, там, любой другой тройке из тех, которые мы уже, там, знаем, что Единая Россия, что… – Речь идёт об усилении, на мой взгляд, да? – Я считаю, что да. Тем более, зная, предположим, Михаила Тимофеевича, да, там, ну, и так же, как и Василия Куприяновича, это, там, за период работы законодательного собрания люди, которые участвовали в работе неформально, да, там, действительно болели за эти темы, в которых они участвовали, в которых они обсуждали, и, как бы так, они всегда отстаивали позицию. Тот же конфликт у Сураева, там, с Единой Россией – это конфликт исключительно на почве того, что, там, человек отстаивал свою позицию, проявил принципиальность. Михаил Тимофеевич, насколько я знаю, там, тоже человек достаточно принципиальный, достаточно серьёзный и достаточно ответственный, поэтому я считаю, что вот такая тройка, она, наверное, самая сильная из всех пока известна. – В списке справедливо-россов на выборы в УЗС есть ещё одна персона, которая вызвала большое удивление, что он появился именно в рядах этой партии, но вот об этом уже после небольшой рекламы. Ну, уж не знаю, создал и не создал интригу, и вернулись ли мы вместе с вами. – Ну, по крайней мере, даже у меня возник вопрос, о ком он так анонсировал. – Михаил Курашин, мунициплик из Собрания Кировской области, его особое мнение сегодня. Я имею в виду Валерий Николаевич Турула, который фигурирует в списках справедливой России на выборы в ОЗС. В настоящее время статус-кво Валерия Николаевича – независимый депутат, да? – Да. – Он был во Франции коммунистом. – Да. – Нет, он проходил, скажем так, под флагами коммунистов, но, в принципе, позиционировал себя. – Но он руководится региональным отделением Российского Народного Фронта. – Нет, не Народного, а Родфронта. – Родфронта, да. Трудового фронта. – Да. – Столько фронтов уже, да. – Трудового фронта. – Вот такое явление, как оцениваете? – Ну, в данном случае я считаю, что, опять же, там, для справедливой России это, естественно, уфтиление. То есть такая личность, как личность Валерия Николаевича, это, там, серьезное прибавление в весе, потому что, во-первых, он известен, во-вторых, он активен, во-третьих, он эффектен и эффективен, да, то есть с точки зрения проведения, там, избирательной кампании. Поэтому, я думаю, что, там, для справедливой России это усиление. Что касается, там, само по всей факта, то, что Валерий Николаевич сближается со справедливой России, ну, опять же, там, на уровне оппозиции у нас никогда не было таких жестких разноклассий между друг другом, да. То есть у нас были вопросы, где мы, там, может быть, не поддерживали, там, инициативы или какие-то предложения друг друга, но это никаким образом не отражалось на понимании все-таки того, что мы оппозиция и наша сила только тогда, когда мы вместе. И Валерий Николаевич как раз был одним из тех людей, который всегда призывал оппозицию держаться вместе, да. Там, получилось, не получилось, это уже, я думаю, что будут делать разбор уже по итогам нашей работы, но вот он всегда призывал оппозицию объединяться и всегда работать вместе. Поэтому, там, отношения с нашей фракцией у него достаточно хорошие. Понятно, что, наверное, отношения с коммунистами у него сильно испортились, потому что, в первую очередь, у коммунистов сменились, как мне кажется, приоритеты, да. То есть, если они начали, там, с того, что начали бомбить, там, губернатора, ну, Валерий Николаевич, несмотря на то, что, там, так же, как и Дмитрий Михайлович Русский, да, всегда критиковали губернатора, но критиковали за дела, да. То есть, и в то же время, сохраняя всегда возможность вступить в конструктивное общение, в конструктивный диалог с губернатором, с правительством, да. То есть, я вот всегда восхищался и восхищаюсь Валерием Николаевичем, его умением, с одной стороны, выходить с достаточно жесткими идеями, жесткими с точки зрения радикализма, да, то есть, как изменить ситуацию, но при всем при этом, его способности работать, там, с курирующими заместителями губернатора, с министрами, с точки зрения того, чтобы усадить всех за один стол и… И с нагнетанием. Да, и обсуждать, и обсуждать все-таки вопрос с точки зрения поиска, и он методично это делал, если раз не получалось, второй раз, третий, пятый, десятый, он все равно убеждался садиться и что-то обсуждать. Поэтому, там, для меня это, там, нормальное понимание того, что Валерий Николаевич оказался в этих рядах, и, собственно, я считаю, что это плюс для справедливости. Еще один плюс. Да. Хочу спросить еще про упомянутого уже вами депутата, один из самых, безусловно, заметных депутатов нашего ЗАЭС, Дмитрий Михайлович Русских, он не фигурирует нигде, ни в каких списках, и в нашем эфире он уже говорил о том, что он, ну, как и вы, тоже воздерживается. Да, мы решили, ну, не сговариваясь, конечно, решили взять определенную тайму. Угу. Потеря это для нашего парламента? Я думаю, что, в любом случае, человек достаточно конструктивен, человек достаточно ресурсен. Вы знаете, как у нас у журналистов сходят, да, у нас коллеги на заседании на ОЗС спрашивали, что интересного было. Так только вот, там, Дмитрий Михайлович был интересен. В том числе. И вот это тоже показатель, потому что, в данном случае, он всегда был способен работать с фактами, с фактурой, да, там, и он эту фактуру не боялся переводить, не боялся делать, там, заявления, там, возможно, кто-то считал это, там, угольным популизмом. Но на самом деле, вот опять же, насколько я знаю, когда он, предположим, обращался к правительству, да, там, ни одно из его, вот, подобных обращений, да, там, не оставалось без внимания с точки зрения проработки вопроса, а так это или не так. Что касается вопросов, связанных с бюджетами, что касается вопросов, связанных с реализацией госпрограмм, там, с предоставлением налоговых льгот. Те факты, которые он приводил, всегда в последующем подвергались изучению с точки зрения того, правильно или неправильно, и выдавались ответы. Да, где-то он ошибался, но где-то с ним соглашались. Поэтому, там, я считаю, что для законодательного собрания неучастие русских – это потеря, это серьезная потеря, да, это не только потеря в интересности, да, там, это потеря в активном, продуктивном депутате. Уже вот жаль. Время бежит, вопросов еще много, вот справедливо Росов обсудили, давайте теперь коммунистов обсудим. Они вчера провели свою конференцию, тоже определились со списком, кто пойдет. Кстати, ваш коллега Марина Сергеевна Сазонтова. Ну, я могу сказать, что и мой коллега по фракции еще и Михаил Конышев там. Михаил Конышев, да. Итак, коммунисты, лидеры списка номер один, ну, как его справедливо Росов, тоже лидер регионального отделения. Как и Сергей Дорогин, здесь Сергей Мамаев. Номер два – Анатолий Чурин, Анатолий Михайлович. Анатолий Михайлович, кстати, чиновник такой долгожитель, он почти 30 лет возглавлял образование в нашем регионе с 1988 года. По-моему, в прошлом году, как известно, на его пресс пришел его заместитель Александр Измайлов. Вот появление Чурина в рядах коммунистов. Ну, опять же, да, там, с двух сторон. Первое, там, для коммунистов я рассматриваю это как мощнейшее усиление, потому что это появляется, во-первых, новое лицо, но лицо, обладающее высоким авторитетом, высоким известностью среди жителей не только областного центра, но и всей Кировской области, да. То есть, предполагаю, что во многом это будет определять поддержку со стороны учительства, потому что, когда Анатолий Михайлович был в должности главы департамента, то во многом многие моменты, связанные с оптимизацией и модернизацией, не коснулись образования именно по причине того, что их жестко отстаивал Анатолий Михайлович. То есть, как бы так, прикрывал всю сферу, и в результате процессы шли намного медленнее, нежели предположительно. Можно, вот я спрошу, у меня вот таки тянет меня спросить об этом, Вячеславович, действительно, вот именно из-за этого Анатолию Михайловичу были не слишком хорошие отношения с Никитой Юрьевичем, что он так отстаивал. Ну, на самом-то деле, я не скажу, что были плохие отношения, потому что, собственно, образование, оно у нас считалось и считается одним из лучших в России, да, там, по результатам всевозможных экзаменов, оно все-таки выдержано с точки зрения специфики территории и специфики населения. Там, возможно, то, что Анатолий Михайлович не давал максимум, там, огульно, условно говоря, там, резать бюджет образования, возможно, в этой почве были конфликты, но, ну, там, по крайней мере, я никогда не замечал какого-то раздражительного отношения, там, губернатора к нему. Вот, поэтому, там, я не готов глубже комментировать, потому что не могу, не знаю, этой ситуации. Хорошо. Мы остановились на том, что это реальное усиление, да, для коммунистов? Да. То, что касается Анатолия Михайловича, я, на самом деле, там, вот, может быть, для меня как раз это, там, и главная пока такая фишка избирательной кампании появления Анатолия Михайловича в списках коммунистов, хотя я, там, слухи-то тоже об этом еще раньше слышал. Его мотивацию на… Я не думаю, что он будет, там, таким оголтелым коммунистом, как, там, Сергей Павлиныч, предположим, да, там, но если он будет в рамках законодательного собрания таким же упертым, принципиальным, настойчивым, там, депутатом, как он был в должности главы департамента или, как, предположим, тот же Виктор Николаевич Женихов, там, ну, я считаю, что это польза, потому что, на самом деле, за пять лет, там, я пришел к выводу, что, на самом деле, у нас в законодательном собрании лобби образования-то отсутствует напрочь. Да? Да, то есть, у нас нет людей, которые бы могли лоббировать интересы системы образования. Почему мы? У нас есть врачи. Почему бы вы на себя не взяли? Нет, в данном случае, там, какие-то вещи, там, какие можно было сделать, я, естественно, делал, но я не настолько человек, погруженный в образование, как, предположим, Анатолий Михайлович, да, там, те множества процессов, которые происходят в образовании, то многоуровневость образования, тот охват, там, и численный, и с точки зрения учащихся, там, и их родителей, там, ну, вот, мне просто не в состоянии, да, там, какие-то вещи, еще раз говорю, там, можно было, да, вот, там, встречался с педагогами, общался по каким-то проблемам, где-то там мы взаимодействовали с правкомом, ну, это вот такие, эпизодические, да, там, в целом, появление Анатолия Михайловича, ну, я думаю, что это серьезный такой будет представитель, который будет отстаивать интересы учительства и, ну, в перспективе, надеюсь, что и других отраслей социальной сферы, которые еще пока не охвачены. Ну, и номер три, да, в числе лидеров списка коммунистов на выборы в УЗС, это нынешний депутат городской думы, да, бывший, в частности, руководитель областной госавтоинспекции, нынешний бизнесмен Леонид Витальевич Сандалов. Леонид Витальевич Сандалов, ну, там, это человек давно в парке. Закономерно, да? Это вполне закономерно, там, это человек, который, в принципе, называют там финансистом регионального отделения, в этом, я думаю, тоже ничего сейчас кормального особо нет, вот, человек, там, который сейчас проходит стадию городской думы, там, соответственно, с логичным выходом на уровень областной, тоже человек известный, да, там, как бы, в данном случае, там, не относились к этой известности, но в конечном итоге, там, наверное, больше людей-то, все-таки, могут говорить о нем, как об авторитетном человеке, да, и, там, опыт работы в системе ГАИ и ГИБДД, там, в качестве начальника, говорит о том, что этот человек заслуженно авторитетный, и для партии, я думаю, это тоже возможно усиление, хотя, там, там, во-первых, кандидатура на уровне области, области, может быть, она уже не столь известна, как это было, там, во времена его руководства структуры, вот. Во-вторых, ну, она не нова, да, то есть многие знали, знают о том, что, в принципе, за региональным отделением, точнее, в региональном отделении есть такой человек, и этот человек, там, ведет, занимает активную позицию. На уровне города, там, это, да, это, возможно, будет серьезным усилением. Кстати, в городской думе Леонид Витальевич высказывается периодически. Ну, я бы сказал так, что, там, радует, что у нас не только в Заксобрании, но и в городской думе многие депутаты от оппозиции не стесняются и высказываются. Есть те, кто молчат, но есть те, кто и высказываются, и достаточно жестко высказываются, и, там, сейчас боюсь ошибиться, было, по-моему, пара-тройка ситуаций, когда, там, именно позиция Сандалова приводила к тому, что городская дума меняла решение этого, от того, которое они хотели привлечь. Поэтому, я думаю, что его, там, появление в Законодательном собрании, это тоже усиление оппозиционно-конструктивной составляющей Законодательного собрания, и очень надеюсь, что, там, это состоится, и он, действительно, будет работать во благо области. Ну, и, наконец, несколько минут на «Единую Россию», которая тоже 9-го числа, как и «Справедливая Россия», провела свою конференцию. Ну, и тройка лидеров – глава города Владимир Быков, номер два – Надежда Гурьянова, директор библиотеки Венигерцена, и номер три – это член Совета Федерации Вячеслав Тимченко. Ну, я бы сказал, вот, пусть обижаются на меня «Единая Россия» и не обижаются, но это, наверное, самая слабая тройка, которая могла бы быть представлена. Как обосновите? Ну, давайте начнем с того, что, там, глава города в первой списке – это минус при работе с районами области, да, то есть там он неизвестен. Во-вторых, тот, там, определенный рейтинг главы города в определенных кругах, на уровне города, да, там, на уровне того, как там сопровождается, освещается его действие, говорит о том, что его отношение к нему, оно очень неоднозначно среди населения самого города Кирова. Ну, наверное, не зря Владимир Васильевич попытался стать более узнаваемым в городе в прямой линии, но… Конечно. И тут мы с вами вернемся к первому вопросу, поговорим о дорогах, да. Вот. А появление директора Герцинги, ну, да, это действительно хороший человек, авторитетный человек, известный человек, вот. Возможно, что с ее появлением в ЗАГС собрании будет там представлена и сфера культуры, но там… А, кстати, многие ведь сомневаются, что… Готовность у нее работы… Попадет ли вообще Надежда Павловна туда? Ну, это второй вопрос, да. Да. Законодательно, готов ли она работать в законодательном органе, потому что вот мне бы она ближе рассматривалась работой именно в общественной, предположим, палате, да. То есть, мне кажется, вот это ближе и… Который уже имеет право ЗАГ инициативу. Да, и который на сегодняшний момент уже может фактически себя называть неформальным Законодательным собранием. Поэтому… Ну, вот она в данном случае такая яркое пятно в этой тройке. А то, что касается там сенатора Тимченко, опять же, ну, на уровне области это абсолютно неизвестный человек. Даже несмотря на то, что там на уровне там федеральном он возглавляет сельский совет местного самоправления, ну, местного самоправления региона его знают крайне мало. Поэтому там считать, что он будет вытягивать тройкинг партии, я, честно говоря, плохо себе представляю. Так что получается-то в итоге, Михаил Дмитриевич? У справедливого Росов усиление, на ваш взгляд, у коммунистов усиление, а вот у «Единая Россия» некий провал. Ну, мы же с вами знаем и понимаем, что… На что это выльется? «Единая Россия» на самом деле будет брать не столько персоналиями, да, там имеется в виду по спискам, да, сколько там другими механизмами. И, к сожалению, я думаю, что мы опять будем там обсуждать о том, насколько… А были ресурсы? …честные, нечестные, разные. Вот. Насколько честные, нечестные, правильные, неправильные были выборы. Вот. То, что «Единая Россия» там самая представительная, опять же, там, на выборах, там, 111, по-моему, человек выставляет. Ну, это говорит о том, что, там, они не меняют свой стиль, то есть они идут по максимальному, там, списку максимального принципа, но, опять же, знаю, что многие из тех, кто там, входят в эти 111, чувствуют себя крайне не уверены. Именно, там, с точки зрения партийной принадлежности. То, что касается оппозиционных партий, я думаю, что они будут бороться не столько, там, там, против «Единой России», сколько за определенные проценты, там, в будущих количествах. Возможно, больших процентов. Да. То есть, ориентация будет на этот. И, в связи с этим, традиционно, там, с их стороны компания будет, не будет грязной, и, там, количество полузапрещенных и запрещенных технологий, там, будет минимальным. На этом истекает время особого мнения, особого мнения Михаила Курашина, вице-спикера Законодательного собрания Кировской области. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания.